В Карачао-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике открылась выставка эхо-афганской войны, приуроченная к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мурад Джан Кёзов с подробностями. 15 февраля 1989 года через мост Дружбы перешел последний советский солдат. С этой поры это дата праздника афганцев-ветеранов и День памяти и скорби обо всех погибших в войнах-интернационалистах. К этой памятной дате приурочили выставку, на которой представлена живая память событий минувших лет. Это и личные вещи, это каска, панама, это даже одежда душмана, афганские деньги, документы, стихи, книга, сборник стихов, написанный самим Мамчевым. И, конечно, очень хочется, чтобы наши жители Карачао-Черкесии, ученики посетили эту выставку. Экспонаты выставки дают посетителям уникальную возможность проникнуть с атмосферой минувшей войны, изучить страницы боевой славы тех, чья юность оказалась опаленной жарким афганским солнцем. Эти экспонаты, которые тут, тот же компас, те же фонарики, я, например, первый раз их вижу, это очень интересно, например. И эти пожелтевшие листочки, письма, это, может, для кого-то это просто так, письма для матери или для девушки, которая ждала с войны, это много значит. И эти вещи должны, конечно, передаваться из поколения в поколение. Пройдут годы, многое со временем забудется, но эхо афганской войны навсегда останется в памяти народа трагической меткой. Останутся стихи и песни, рассказывающие о силе духа и мужестве воинов-афганцев. Выставка – это очень благое дело. Все, что мы делаем, ветераны, вот, афганцы или другие ветераны, все, что мы сейчас делаем, это для нашего подрастающего поколения. Чтобы они все вот это видели и сами могли вот лицезреть. Выставка – это для нашей молодежи, для наших жителей, чтобы они все вот это вот могли видеть, как все это происходило, как все это было раньше. Сражение непременно заканчивается, но память вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Мурат Цзунг-Юзов и Слава Мурумов, Вести Карачаева, Черкесия.